Мне иногда пишут, вот ты только и делаешь, что ругаешь власть. Ругаешь Ельцина, Путина, Сталина, Николая II, Ленина, даже Брежнева. Тебе вообще что-то нравится? Почему бы не направить свою энергию на позитив и найти что-то хорошее? И добавляют, вот с новым законом о неуважении к власти? И правда, не получается уважать за дела. Нужно ввести закон, который заставит уважать законодательно. Поэтому в срочном порядке было принято два закона. Кроме неуважения власти, закон о фейковых новостях. И вот здесь они поставили нас в ступор. Говоришь, что власть работает плохо, попадаешь под неуважение к власти. Говоришь, что работает хорошо, под фейковые новости. Классно вообще. И второе, что меня мучает, являются ли усы Пескова властью и можно ли их ругать? Или нам теперь следует более толерантно и почтительно относиться к ним, чтобы не задеть достоинства этих самых усов? Эти мысли полностью занимают умы людей уже не один день. Но вернемся к более насущному. 10 марта на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против изоляции интернета в России, на который пришло, по данным белого счетчика, около 15 тысяч человек. В МВД называют цифру в 6,5 тысяч человек. Еще до начала акции полицейские задержали 15 человек, в том числе 8 активистов с охапками синих воздушных шариков. Правоохранительные органы назвали шары беспилотным летающим средством. Впрочем, ничего нового. Всего было задержано 28 участников. И вы зададите логичный вопрос. А какой смысл согласования, когда на несогласованной акции часто задержаний меньше, чем на согласованной? А я отвечу, перефразируя. А какой смысл не ходить на несогласованной акции, когда даже на согласованной задерживают просто так? В 14.00, когда митинг уже должен был начаться, на входе перед рамками металлоискателей стояли тысячи людей. Это одна из тактик полиции. Медленная проверка, чтобы все не успели пройти до окончания. В какой-то момент людей перестали пропускать, так как их скопилось слишком много. Наверняка вы поняли сейчас, что я говорю о втором побочном эффекте согласования. Справа от рамок находилась палатка, через которую пропускали людей с плакатами. Плакаты должны быть только касающиеся темы интернета и никакой критики Путина и компании. Иначе не пускали. И это третий побочный эффект. В телеканал Russia Today организаторы не пустили через рамки металлоискателя, поэтому им пришлось поставить стремянку и снимать оттуда. Тоже как вариант. Почему нет? Организаторами митингов выступает Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы, акция прошла в Хабаровске, где она была согласована, и в Воронеже, где мероприятия провели в гайд-парке. Также в некоторых городах прошли пикеты. «Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о суверенном интернете меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок. Создатель «Телеграм» Павел Дуров поблагодарил участников акции, написав мессенджере «Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет. Спасибо всем участникам. Для команды «Телеграм» это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление». Несомненно, уважаемый нами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обратил внимание на слова участника митинга о том, что власти хотят нажать кнопку и отключить интернет. Участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет эту кнопку и отключит его от интернета. А опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации, заявил представитель Кремля. Все выступают за свободу интернета, поэтому в плане свободы интернета позиции участников этой акции можно поддержать, добавил Песков. В общем, уважаемый представитель Кремля, как всегда в своем репертуаре, очень правдив и совершенно точно хочет лучшей жизни для простых граждан. Могу сказать, что он никогда не подводил и вместе с президентом всегда выполнял обещания. Поэтому и в этом случае ему 100% можно верить. Он плохого не посоветует. Большое человеческое вам спасибо за разъяснение, Дмитрий. Теперь мы спокойны и подождем до следующего закона. Далеко не все пользователи интернета отдают себе отчет в последствиях так называемого закона о фейках, который Госдума приняла сегодня в третьем, окончательном чтении. Новая процедура блокировки сильно отличается от того, что мы знали раньше. После принятия и подписания закона Генпрокуратура сможет объявлять любую публикацию в сети фейк-новостью и сообщать об этом Роскомнадзор. После этого Роскомнадзор сможет требовать от редакции СМИ или владельца сайта незамедлительно удалить новость. Что такое незамедлительно, в законе точно не прописано, но в любую секунду с момента требования Роскомнадзор может заблокировать неугодную страницу. Если же новость вышла не на сайте СМИ, а на любом другом, то власти просто заблокируют ее без каких-то уведомлений и судебных решений. Процедуру легко иллюстрировать. Например, на своей странице в сети ВКонтакте вы написали о достоверно известной и юридически доказанной связи семьи Генпрокурора России Юрия Чайки и банда Цапков, совершившей многочисленные убийства в станице Кущевской Краснодарского края. Легко предположить, что эта новость не понравится Генпрокуратуре. И спустя пару часов ваша запись может быть заблокирована без каких-либо объяснений. А разблокировать ее вы сможете, только удалив свой пост о Генпрокуроре. Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки, сказал он. Он рассказал, что последние несколько лет активно занимается ситуацией с тарифами по всей стране, поскольку там нужно все перевернуть с головы на ноги. Приведу пример. Один и тот же водоканал в одном и том же регионе может иметь на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. Такая ситуация не только по воде. По теплу – в 8 раз. По водоотведению – в 56 раз. В 12 раз – еще по электроэнергии. Нет объективных причин на это и быть не может, подчеркнул Артемьев. Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные – около одной четверти – имеют заниженные тарифы. И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который все это пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее, добавил он. Смело, но без имен. А как мы знаем, когда нет имен – это подготовка общественного мнения к тому или иному законопроекту. И не более. Стилиста Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета в защиту Байкала на Красной площади. На него собираются составить протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ночью 10 марта во дворе одного из домов в набережных Челнах неизвестные установили оградку и памятник с изображением Путина. Под фото значилась дата рождения и смерти – 1952-2019. Обеспокоенные местные жители вызвали полицию. Сейчас автор инсталляции Карим Амадаев уже задержан. Ему грозит 30 суток ареста. К Алексею Навальному снова пришли приставы с требованием удалить он во мне Димон и другие расследования. Путин прокатился на лошади. Ну и, конечно, лошадь повела его туда, куда он сам ведет Россию. А на сегодня я прощаюсь с вами. Хорошего дня! Ну, вообще, 8 марта напоминает не только восьмерку, но напоминает и знак бесконечности. Я хотел бы, чтобы вот то хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 марта, а бесконечно, то есть постоянно.